Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 6 глава 17 по 20 стих и Евангелие от Матфея 5 глава с 1 по 3 стих, мы рассмотрим следующий вопрос. Почему Лука пишет, что Сын Божий проповедовал на ровном месте, тогда как Матфей утверждал, что она, эта проповедь, состоялась на горе? И мы помним, что она и называется Нагорная. Давайте сначала прочитаем Евангелие от Луки, 6 глава 17 по 20 стих. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа, и сей иудеи Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Так же и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, блажены нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». То есть мы видим, что это была именно та же проповедь, которая описывается в Евангелии от Матфея. Но в Евангелии от Матфея мы находим, это 5 глава, 1 и 3 стих. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы видим, что речь идет о той же проповеди. На что здесь надо обратить внимание? Во-первых, то, с чего начинается отрывок у Луки. «И сойдя с ними» не обязательно означает, что сойдя с горы. Может означать, сойдя с неудобного места на горе к более удобной площадке на той же горе. На это надо обращать внимание. И предлагаются решения следующие. Разногласия можно устранить, заключив, что гора относится к общей территории, где были все, там же множество народу было. И не надо представлять эту гору, как какой-то пик на самом верху Христос, чуть ниже Апостол и так далее. Это именно территория. И те из вас, которые были на Святой Земле, я там был, там целый амфитеатр такой сделан, чтобы паломники, которые туда прибывают, они бы слушали Нагорную проповедь. Итак, разногласия можно устранить, заключив, что гора относится к общей территории, где было все, в то время как ровное место означает именно то место на горе, с которого говорил Господь Иисус Христос. То есть гора, она имела какие-то ровные моменты, неровные моменты, там и пик какой-то мог быть. Но я, насколько помню эту гору, гору блаженств, там все это на фоне Генесарецкого озера. Это действительно целая такая площадка, там и храм умещается на этом святом месте. Написано, стал он на ровном месте, но не говорится, что все люди сидели на ровном месте. Ровное место, с которого можно произносить проповедь, вот это, возможно, имеется в виду, для множества народа, но все равно в верхней части горы. То есть это как бы естественный амфитеатр, вот то, что сейчас там сделали христиане, такой вот искусственный амфитеатр. А тогда это мог быть естественный амфитеатр. Таким образом, внешние противоречия устраняются, и атеисты не могут по этому поводу зубоскалить. Так где же произносилась проповедь после подъема на гору или после спуска? И почему она называется Нагорной, если по Луке это было на равнине? Это было ровное место на той же самой горе. Таким образом, Матфея указывает на одно обстоятельство, а Лука указывает на другое обстоятельство, без которого, конечно, проповедь была бы невозможна, как можно проповедовать на пике, исключая возможность для народа пребывать в неком удобном амфитеатре. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах, и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!